Такой, да ладно, я стану миллионером. Мне скиллы миллион долларов, я лечу в сотни в казино. Пять тысяч долларов. Тогда прям совсем броук-броук был прям. Я в твою мусь. Обосрался. У меня такие заниженные стандарты. Две пятьсот баксов на один эфир. Двести долларов на тронщитка. А, сто? Это я считать не умею, я думал десятка. Я за двое суток набил десять тысяч сообщений. Десять тысяч долларов в пике с трех. Наверное, самое худшее мое решение. Я его теперь... Ладно, я его не ненавижу, но... Ну, мне не понравилось. Так же пить, курить, или что у тебя по плану? Я продал два икса. Жестко, жестко. Я считаю, что можно было что-то пополезнее прикупить. Просто мне, по сути, ничего не нужно, кроме Мальдив. Короче, загоняем Гоев. Но не на продаже, мне страшно теперь. У меня потом манагер три моих яйца выкупил. Нет, два моих яйца выкупил. Пошел, залился в щитки. Мне скинут миллион долларов. Мне как-то я с бабки скинул, я вообще их протусил. В итоге меня там побрили жестко. Так, что, пацаны, давайте так. Топ-3, то, что вы поняли из этого интервью. Что, что вы можете улучшить в своей жизни, применить то, что вам понравилось, да? Если вы еще такие два советика, вот чисто нам. Вот, ну, вообще, на самом деле, Русику больше. Он так молодой, пацан, да? А если вы ему что-то посоветуете еще, вот. И все, что вы сами поняли, посоветуете. И топ выиграет 100 долларов. Может, еще что-то я еще от себя подкину. Короче, вот как-то так. Сюда-сюда, Луки. И всем привет, мы с Русиком. Ему 15 лет, у него 15 кобаксов. Потом он что-то закинул. Вен закинул 6 кобаксов. Что-то потерял. Он говорит, я говорю, стоечку, как я заработал за прошлую неделю. Он говорит, 2000 минуса, не понял. Сейчас мы начнем все у него, не знаем. Про жизнь спросим, как зарабатывает. Про девчонок, про вообще, про все. Ну, типа, короче, ну я ББ-42, да. Заработал 12 тысяч долларов на троне. Сижу, курю лавэху, как бы. Гоняю гашиш по трубам. Вообще, расскажи, расскажи. Как заработал 12 кобаксов за неделю? С какой суммой? На чем? 200 долларов на тронщитка. Я такой сижу, что-то, ну, как всегда, ничего не делаю. Понял, там, тыры-пыры, там-сям. Вот, сливаю бабки, как всегда. Сотрю, захожу в канал интересный. Понял, Йовэсмэш, уже подписан там давно. Захожу, смотрю, что-то там, какая-то площадка, Сан-Пам, какой-то там, Джастин Бибер. Что-то там, какой-то трон. Вот, ну, короче, депаю 200 долларов свои оставшиеся. У меня ноль было, чтобы ты понял. 200 осталось. А, типа, ты вообще фулл банком зашел, да, в эту схему? Да, да, да. Да мне пофиг было вообще абсолютно. Короче, я закинул 200 баксов. Думаю, ну, попробуем сейчас. А я до этого, у меня опыт был чисто в сала на щитках. Ну, я там просрал 3000 долларов всего лишь. Вот, чуть-чуть опыта, короче, есть. Все, закинул 200 долларов. Смотрю, там что-то смеш закинул, зашел по его колу. Помню, первый мой щиток, короче, был этот Криптовульф. Я зашел, короче, 2 икса, снял там тело, там это, то, все, плюс там 200 баксов. Потом уже сам начал, понял? Сижу в чате, я просто с чата не вылазил. Я двое суток в этом чате сидел. Я за двое суток набил 10 тысяч сообщений. Я, короче, сидел просто, что я делал? Я брал самые там популярные токены, где больше всего волюма объемов. Допустим, Блейк был токен, да? Я брал их штук 7. Открывал бота на другом мониторе. На другом открывал графики. Смотрю, бам, резко дип, да? Упал там он резко на 20%. Я беру просто самые быстрые руки на Диком Западе. Бам, 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 бам. Готово. Закупил. На фулл банк, короче, всегда покупал. Ну ладно, не на фулл. Не всегда. Вот. Ну первое время на фулл банк покупал. Выходил в плюс 20%. Все, профит, как бы, делаем деньги. Вот. Потом заходил по колам чувачков из чата. В том числе смеш, серфер, вот это вот все. Заходил, но я такой человек, короче. Но я заходил там на 700 тронов, да? У меня там было уже баксов 500, я заходил на 700 тронов. Это примерно 100 баксов. И было 2х, и я вот так сижу в тряске, короче. Вот так сижу 2х, фиксировать, фиксировать. Ну все, короче, фиксировал. Потом оно улетало. Помню, я, короче, Блейка покупал на 200 долларов. Ну токен, короче, был один. Заколил его смеш. Я купил его на 200 долларов по 60 тысяч капе. В пике была капа 6 лямов. Или 5 лямов. Вот, то есть 100 иксов. А, 100? Это я считать не умею, я думал, десятка. А поскольку ты продал в итоге? Нет, я тоже сначала хотел сказать 10. Я продал 2х. А-а-а, жестко, жестко. Это был первый твой вход, да? Да, да, есть. Это, нет, первый мой вход, вот, я говорю, был криптовульф. Вот этот я тоже в 2х. Ну в 2х я в тело фиксанул. В 3. А, после того, как я заработал вот эти вот бабки на бесконечных тронфлипах, без сна, без еды, без воды, меня держали в заложниках, помогите, пожалуйста. Просто я пошел, купил, короче, монету Sun. Там, я не помню, по 0.15, по-моему. Это монета Джастина, вот этого Бибера, короче, Sun. Сана, вот, купил, она там дала 3х, по-моему, у меня было 10 тысяч долларов в пике с 3х, я 3 закинул. Вот, и 3 у меня осталось. Вот, на 3-й я лудил дальше, но мета уже умирала, короче, и я подслил бабок, потом еще на BNB за депл, там еще слил. Короче, у меня от этих 3 тысяч осталось 1000, а от тех 3 тысяч, которые я вложил в Sun, у меня, как я и говорил, было в пике 10 тысяч долларов. Но я зафиксил в X2.5, то есть в 7 тысяч баксов у меня был, профит был 4, вот, то есть мои 3 превратились в 7. И что ты дальше начал делать с этими семьями? Там у меня осталось 1000. Ну, что я начал делать, пропивать их? Ну, что я сделал, я вывел, короче, ну, я начал выводить жестко бабки, просто как будто они у меня бесконечные. Ну, ладно, не прям жестко, но я сначала вывел маме, закинул баксов 200-300. Потом выводил себя постоянно на похавать, кинтов сводил в кафешечку, постоянно покупал, там, башлял. Вот, потом понял то, что что-то я фигню творю, слишком много денег трачу. И что я сделал? И я решил потратить еще больше денег. Вывел 1100 баксов, обновил себе телефон. Наверное, самое худшее мое решение, но деньги нужно было куда-то потратить в ИРЛ. Я считаю то, что можно было что-то пополезнее прикупить, но я не знаю даже что, поэтому... А, ну, в целом, знаешь, базированное мнение комментатора, такое, может быть что-то полезнее, я не знаю что. Ну, я так всегда. Просто мне, по сути, ничего не нужно, кроме Мальдив, женщины, денег, яхты, дома, ну и разное. Вот, ну как бы, у меня такие заниженные стандарты, как ты понимаешь, да? Понял, понял, понял. А, знаешь, что еще хочу сказать? Вот, давай, расскажи, что ты дальше с токеном МЭС, что у тебя было вот... Вот ты вышел, смотри, у тебя осталось 70 половых баксов, ты где-то 1400 долларов вывел, да? Осталось 6, правильно я понял, на Балике, или как происходило это? Примерно, может, 5500 осталось. Я купил 3 или... Да, 3, по-моему, яйца бронзовых от ЭС. По 0,4 эфира. Короче, там... У меня потом Манагер 3 моих яйца выкупил. Нет, 2 моих яйца выкупил. Я его теперь... Ладно, я его не ненавижу, но мне не понравилось. Он выкупил 2 моих яйца. Оба, то есть. Все, я бесплоден. У меня осталось одно. И ты его держишь? В итоге я просрал на комиссиях. Да, я его до сих пор держу. Но не на продаже, мне страшно теперь. Вот. Ну... Мне под комментами пишут... Короче, я же свой канал скинул скрин, да, где типа кукинг. Мне чё пишет? Сюжет п*** новый. Ну, кстати, вот это можно вырезать, потому что их не любят. Вот теперь давай расскажи про, короче, что ты начал делать с этими бабками, которые у тебя на руках остались. Купил айфон, вывел маме. Я тоже говорил про айфон, я про этот. Да, это тоже рофл. Мы вообще как-то, короче... А, я уже говорил то, что купил айфон. Да, ты раз в 10 сказал. 256 гигабайт, короче, такой черненький. Красивый. Три камеры. Ну, хорош, поздравляю, это хорошая покупка. Я до нее долго доходил. Это типа рофл был, понял? То, что я тебе четвертый раз уже про айфон рассказывал. Да, бля, я не понял. Ты думал, я на серьезке расскажу, сколько у меня в телефоне гигабайт, камер, короче... Бля, это я постоянно делаю. Я так говорю, я говорю, я просто про макс 1 терабайт, бля, я всем говорю, когда я вижу их. Ты что, бля, пол банка там лежит? А ты не так делаешь? Про макс, бля, да. Я, ну да, я всем говорю, слушай. Ну, я говорю, это паль китайская на пинь-додо купил. С этими бабками, которые у меня остались после всех вот этих многочисленных выводов, я пошел, купил яиц, обосрался, купил токен S на 2 500 баксов на один эфир. И у меня в итоге где-то сейчас X2 вышло. Потом я купил хиткоин, у меня там также X2 вышло. На полторы тысячи баксов я купил. Вот. Потом мне нужно было срочно выйти из DS. Я продал все сумки, я еще продал просто по стакану на, как конченый дебил. Мог потихоньку выходить и заработал побольше. Вот. Поэтому в итоге профит S у меня вышел, может, 3 тысячи баксов, а мог около 5 выйти. А давай, может, ты скажешь, почему ты купил токен S, знаешь, вот просто типчики-тубчики, они не шарят. То есть в идеале им, знаешь, как бы сказать, в смысле, ну, типа, какой-то, может, ты фундаментальный анализ провел. Вот благодаря чему этот профит ты сделал? Вот я тоже хочу себе айфон, да, хочу там заработать деньги. Как-то, как это сделать вообще? Вот благодаря чему ты их заработал? Ты можешь, смотри, сказать, вот на троне, стоп, вот ты на троне не сказал? Может, ты знаешь, может, ты что-то забыл, благодаря чему ты заработал, как ты считаешь сам? И потом, почему ты заработал на токене S, и там, почему ты хиткоины купил так на дофига? Ну, в общем, давай, мне интересно, рассказывай. Ну, почему я заработал на троне? Ну, потому что я просто долбил мету. Я увидел то, что меты, я не спал сутками, я флипал, я в аккурате флипал. То есть, хоть я и входил там на полбанка, на пару тысяч баксов, но я выходил при малейшем плюсе, то есть плюс 20%. И я заходил только, когда я уверен на 100%. То есть, чтобы ты понимал, я мог сидеть 5 часов просто втыкать в график, ничего не делать, даже в телефоне не сидеть, просто график перед глазами. Он мне уже снился потом неделю после этого. Я просто 5 часов смотрю в график и жду дипку какую-нибудь хорошую, потому что су входить, когда не уверен. Поэтому многие, допустим, в чате считают то, что я там лудик какой-то, входил на полбанка, типа, мне тупо повезло вот это вот всё. Частично, да, мне повезло, но они думают то, что я просто каждый раз ходил, ничем не думая. Ну, они броуки, короче. Видел дип, засходил. А нет, знаешь, короче, отличие броуков от леймов? Какое? Я не знаю, кто такой броук и лейм. Окей, смотри, броук это нищий, типа, вот здесь, допустим, я броук, типа, в этом ничего не похоже, просто, знаешь, факт, типа, нищий. А лейм, короче, у меня друг говорит, а лейму руку не пожму. Лейм, короче, который ничего не делает для того, чтобы стать успешным, и он никогда не станет успешным, потому что, ну, он, типа, леймич, понял? Вот. Главное, короче, понял, вот такие коммуникации пишут, это так леймы пишут, понял? Типа, на лейма всё равно, понял? Ну, понял, на лейма всё равно, да. Всё, запомнил, теперь всегда буду говорить. Так, на чём мы там остановились? На том? Я в твою мышь! Уже 6х монеты, которые я сегодня в картеле флиппал, я её флиппнул в 2х. У тебя приватка в картеле? Да. Только я... Не, ну я сотню там реально нормальные колы, но мне жалко было. Да там в бесплатке, там в бесплатке нормальные колы даже, я так скажу. А тебе расскажи, вот почему на АСе ты заработал? Почему ты, скажем так, зашёл таким большим сайзом, как ты вот сказал, ты анализировал в троне, да, графики? Почему в АС зашёл таким большим сайзом? Почему вышел? Планируешь ли что-то заходить? Чё вообще происходит? Давай рассказываем. Я вдохновился Артёмом в чате АСа. У которого весь банк. А, это который полицейский? У которого весь банк ВС, да. Да-да-да, тот самый. Мой бро, кстати, привет ему, если будет смотреть. Я думаю, он посмотрит, надеюсь. Ну я тоже, я тоже ему привет. Я тростик сын. Не, ну он вообще реально крутой чел такой вайбовый. В качалочку начал ходить. Канальчик сделал, я теперь наблюдаю за ним, как он там в качалочку ходит. Всякие мысли свои пишет. Ну, я, на самом деле, я давно подписан на АС, давно хотел купить его токены. Я, наверное, подписан с апреля, но я тогда прям совсем broke-broke был прям. То есть, чтобы ты понимал, я вынес мои такие первые, ну как крупные деньги. Это, конечно, нищие копейки, но первые такие денюжки были. Это было в мае. У меня был друг, хайбанк. Возможно, он тоже будет смотреть. Привет, тебе лимончик, мой любимый. У него, короче, ну нормальный банк, а я лоу-банк был. У меня, то есть, там было баксов 100, и я постоянно заработал, слил на фьючерах, заработал, слил на фьючерах. И я работал на других людей. То есть, я условно работал воркером там. Мне чел давал, так, чувак, плачу 30 баксов за тысячу сообщений в Дискорде. Все, поехали. Все, и делал тысячу сообщений в Дискорде, общался с пиндосами. Этот чел, я умею крутить промки BNX, хорошо. Он, у него как бы времени не особо, поэтому он мне выделил сумму, пару тысяч долларов, на которые я крутил BNX. Плюс был другой чел, Архам, он тоже мне выделил денег. В итоге я сделал там довольно много аккаунтов BNX. Их не побрили. Я забрал свою сумму, 30%, забрал себе. Все, ну апнул банк немножечко. Потом сам делал аккаунты. Мне снова деньги чуваки давали на аккаунты под процент. И в итоге я апнул 3000 баксов и угадаю, что я с ними сделал. Что? Слил их сала на щитках. Стоп, еще раз, сколько? 3к баксов ты не понял? Да, да, да. Стоп, а можешь рассказать какую-то историю? Можешь, знаешь, что ты рассказал до этого? Вот почему ты получил на троне, да? А почему ты слил 3к баксов на щитках? Да, учитывая, ну мы поняли, да, что это не бесплатно тебе достались эти деньги, 3000 долларов. Это были такие, ну довольно сложные, да, доллары? И как вообще у тебя были ощущения, как ты их потерял? Как это вообще происходило? То есть, ну, опиши. И почему ты думаешь, что ты потерял? И как, ну, давай, рассказывай. Прямо у нас времени много. Ну смотри, я такой, как бы, лудик. У меня, потому что все инфополе, так скажем, лудоманы, сидят на фьючах, щитках. И у меня есть один кентик, EVM. Он неплохо на этом всем зарабатывает. И я им вдохновлялся и тоже хотел зарабатывать на фьючах, на щитках. То есть, он особо ничего не делает и неплохо зарабатывает. И я поэтому взял, пошел, залился в щитки. У меня было ноль опыта в щитках. Вообще, чтобы ты понимал, я даже не знал, как купить щиток через бота. И я по его колам сначала заходил. Все шло неплохо, чтобы ты понимал. Я, короче, пошел в зал, там, тренировался, смотрю, EVM кол закинул. Бам, зашел там на 0,2 Соланы, по-моему. Вот я тогда слил. Я закинул сначала одну Солану, слил до 0,2. Зашел по колу EVM на 0,2 Соланы. Все, убрал телефон, пошел тренироваться в зале. Тогда Солана еще по 250 было примерно. Потом что-то на 15 минут забыл. Ну, прихожу, там, по-моему, больше, чем X10 или что-то такое. Но я помню, у меня вышло 700 или 800 баксов с примерно 50. Фак Морген назывался, токен. О, знаю такое, это от Смэшика. Знаем, знаем, знаем. Смотри, я правильно произвел. Первое твое такое впечатление с мемами, это ты купил Фак Морген на 50 долларов. Да, правильно я понял? Да, да, да. Стоп, а вот тут я не вижу, а знаешь, я почему-то думал, тут какой-то подвох будет, да, ты, типа, просто там, фулл банк куда-то в кино. А тут все нормально пока идет, и 700 долларов куда-то, что с ними? Это пока, это пока, подожди, это пока я не развил лудоманов себе. Все, я заработал, думаю, ну все, какой же я бог, боже мой, бог флипов, зашел по колу, вышел 15x. Дальше флипал по колам, сам флипал, но самому у меня очень плохо получалось, и все эти 700 баксов я слил. Далил еще Солану, слил, далил еще, 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 и слил. Стоп, а вот я что-то не понял, я, короче, секунда прошла, короче, секунда прошла, у тебя было только что плюс 700, ты, говоришь, слил, слил. Что еще раз ты сделал? Вот у тебя 700 баксов стало, да, с Фак Моргена, а дальше еще стало. Я дальше начал сам флипать, пытаться, но у меня очень плохо получалось, так как у меня было ноль. Да, да, но у меня было ноль опыта, и поэтому я то заработал, то слил. И все, и в итоге я слил эти 700, потом снова доливал со своих 3000, снова сливал, доливал, сливал. И пока не дошло до того, что я все в нулину слил. А ты не думал там, какое еще у тебя было ощущение, когда ты сливал, ты не думал там, может там, спросите друзей, кто сливает, там, как ты можешь остановиться. Ну, короче, ну я бы в афиге сделал, на самом деле, если бы я так все сливал, и может там, ты думал там, видосе, обучение, там, куда тыкать, чтобы зарабатывать деньги. Вот как это вообще происходило, за какой период промежуток времени это было интересно узнать, вот. Это было примерно за неделю. И мне Кент постоянно говорил то, что, ну, как бы в ситках, если ты впервые, у тебя нет опыта, ты в любом случае будешь сливать. Это как на фьючер. То есть, ты первый раз пришел, ты сольешь. И я такого же мнения, то, что если ты без опыта пришел в щитки, даже если ты будешь трейдить, ну, трейдить, покупать щитки по колам, ты в любом случае сольешь. Потому что у тебя нет опыта. Вот даже сегодня, чтобы ты понял, мы просто по фану сидели на стриме, нам картель закинул два токена. Короче, один я слил в х2, второй там в х1.3, то есть 30%, хотя он 4х дал. То есть, это реально, но самое главное, вот мы, допустим, трейдили на стриме, просто по фану можете заходить. У меня есть твич с недавнего времени, и просто мы там трейдим малыми суммами, но мы очень много опыта получаем благодаря этому. То есть, сегодня мы, допустим, два часа трейдили, и поняли, что мы, конечно, не боги трейда. А расскажи, в чем вот были твои основные ошибки, когда трейдили? С кем трейдили? Я, короче, по рофлу написал, что тысяча звезд закиньте мне, и я буду играть. Только запретил Янгу Хаслеру закидывать эти тысяча звезд, ну, потому что неинтересно так будет. Вот. И закинул мой друг из чата, ему тоже надо, чтобы другие закидывали. И мы с ним пошли трейдить два часа. Сигма его зовут. Нормально. Сигма. Не, его зовут Вася, но у него... Не, ну я считаю, что... А, понял, его зовут Вася. Ну, просто у него Сигма вон в чате, у него тег. Ну, я тоже Сигма как бы своего рода. Ну, ладно, уже не Сигма. Женщина есть. Ну, надо... Кстати, привет, Яна. Привет. Люблю. Сейчас за додосим, просто заходим в твой чат, да, ищем вот этот ник, и вы нашли аденима. Так это работает, чё, нет? Ну да, конечно, так работает. Да, да, да. Чё там, чё, чё... Ну, мои ошибки были, то, что я... Ну, я не могу сказать свои ошибки, потому что я вообще нихрена не понимал. То есть мне чувак говорил, бери какие-нибудь фундаментальные монеты, на которых волюм хороший, откупай дипы. Ну, я пытался чё-то, но у меня вообще просто ноль осознанности было. Вот, и я вижу просто минус 10% такой, всё, лью, лью минус 10%, нет, тряска. Вот, и мне кажется, что я из-за этого слил. Потому что, чтобы ты понимал, то есть дипы я откупал, но у меня уходило там минус 10, минус 20%, я сливал. И эта монета, короче, плюс 50% давала. Вот, то есть я видел хоть малейший минус, я сразу лил. Вот, давай, сейчас мне прям очень интересно стало, знаешь, когда ты такой начал сдалека, с Соланы, прям вот, давай ты расскажешь, прям вот как было вот до настоящего момента. Мы уже увидели, знаешь, самую красивую историю, как ты десятку поднял, да? А сейчас вот давай вот после самого, вот ты потерял эти 3000 долларов за неделю. У тебя лицо, что с тобой вообще было? Как ты это ощущал? Ну, я, ну, мне было, знаешь, апатия такая жёсткая. Мне не хотелось работать, мне ничего не хотелось. Мне хотелось просто сидеть дома, смотреть тикток и всё. Чтобы ты понимал, я просто два дня от хатника у меня были, я просто листал тикток на диване. И как я это всё поборол, это состояние своей апатии, то, что я сидел, листал тикток, на самом деле это будет покажется смешным. Я просто начал слушать позитивную музыку. Вот это прикол! Могу даже врубить одну. Давай, может, не стоит, знаешь, почему, потому что это, может, авторские провазки. Давай, знаешь, вот так делаем. Ты закинешь свой чат, пожалуйста, кстати, вот давай, если как раз перейдём, такую сделай небольшую, этот опять темку. Давай ты расскажешь про свой канал, а я пока сам подумаю, что про мой можно рассказать. И как раз вот в чате вы найдёте музыку. У меня есть свой канал, Грей называется. Грей, потому что у меня раньше ник Грей был. И мне приелось название канала. Блин, прикольное объяснение. И дальше, дальше. Раньше, знаешь, ты говоришь, ты такой говоришь, не, ну канал называется Грей, потому что меня зовут Грей. Это я в городу с этого, да, что я когда-то был с... Почему ты думал? Типа... Не, ну в реальной жизни меня не Грей зовут. Не, пацаны, у меня называется Росикцет Ходлер, потому что Росикцет... Типа бы так это звучало, короче. Ну, ну бывает такое, знаешь, проскакивает. Тупники. Раньше вообще этот канал, чтоб ты понимал, это был просто мой дневник, куда я всё записывал. Там никого не было, кроме друзей. Потом как-то прижилось, я начал всякие темки постить. И всё, и вот у меня появился канал, там в основном всякие ретродропы. И всякие темы, которые я сам в основном делал. Ты ретродропер? Я в данный момент нет, в данный момент нет. Блин, мне тебе что-то нравятся гифки, короче, про ретродроперов, там, блин, с обезьянками, там, сосуза, мевка. Когда ждал два года дропы, получил 100 долларов. Блин, ну конечно, а ты, кстати, симбиотик, нет, не делал? Там эфир надо закидывать, нет? Блин, что-то, что-то, а-а-а, эфир где надо закидывать? Не, я, кстати, вот эти вот стейкинги, где пулы надо закидывать, я всё это скипываю, потому что ликвы немного. И я считаю то, что я смогу больше заработать с этой ликвы, нежели закину вот в какой-нибудь симбиотик. Ну, условно, просто вот Эгген Леер, мне, короче, друзья говорили, закидывай, бро, в Эгген Леер. А я тогда, короче, в стендовчик играл, короче, был в этот, в 400-м отеле. И закинул, короче, в голду в стендове. Да, я тебе без ровно, я говорю, закинул в голде, там, вот ты ровнишь, а это моя жизнь, слышишь? Так вот, короче, Эгген Леер, Эгген Леер раздавал за 10 долларов, 10 долларов кидываешь, ты получаешь 500 долларов, то есть x50. И типа вот Атава, например, вложил туда 10 тысяч долларов, и он получит, но сами считайте, минимум 300 тысяч долларов, вот с мува с десятки, да? Он уже при рич, мне нравится это выражение, типа, при рич, типа, при богатый пон, типа, вот скоро богатый. Спасибо, привет. Он уже, он уже получил токены пон. А, все, понял, да. Вот, так, ну, короче, о чем я? А, я забыл о чем я добавить, ну, ты продолжай. А, мы еще про канал хотели сказать, да? Про канал рассказывай дальше. Ну, у меня просто канал, куда я выкладываю все темки, то есть там, ну, особо, конечно, ничего прям интересного нет. Ну, то есть просто обычный лоховской канал, да? Да, 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 ты как-то его рассказываешь, как-то... Да, да, это обычный канал, правильно. Ты как-то рассказываешь, знаешь, ты слона так не продашь, понял? Давай, теперь я расскажу про свой канал. Потому что Ростиксон Ходлер, канал называется Ростиксон, подушай Ростиксон. И он максимально хороший, там, кружки, поняли, твич, короче, голда в стенд-оффе, там, эти, мемы, репки на булык сейчас активно развиваю. Там просто какая-то мотивация. Да, слушаю, слушаю. Мотивация. Давай я лучше про свой второй расскажу канал. Там уже поинтереснее. Давай, давай, ты расскажешь, что, когда ты меня просто перебил, я не рассказал про свой канал. Да, я специально не расстраиваюсь. Ну, я говорю, мы встретимся. Мы встретимся. Это все. Я там сижу и говорю, как вы можете быть нищими, там, все такое, то есть, вообще, ну, зайти и посмотреть, там, очень много полезного. Я думаю, вы станете миллионером, если будете на меня подписанными. А если нет, то вы умрете нищими, вот. Все, можешь поговорить про свой второй канал. Лично я стал миллионером, когда подписался на твой канал. Ну, рублевым не считается, бро, рублевым не считается. Блин, я, блин, я до сих пор не долларовый миллионер, бро, прикинь, какой же просто... А я в тенге уже давно, бро. Я в узбекский сомах давно миллионер. А что про второй канал скажешь? Ну, про второй канал, ну, там контент побаще, чем в первом. Ну, например, вот, я сейчас листаю историю, да, вот, чисто альфы вам сейчас подвезу. Сегодня кушаем пост, и там на фоточке молоко и рис. Вот, ну, чисто альфу, короче, пишу. Потом какая-то фигня фьючерсная, где я там заработал плюс 50%, ну, говно, короче, скипаем. Потом я пишу, всем привет, как дела? Ну, в общем, подписывайтесь, альфа. Альфа просто полная. Блин, я просто помню, как криптогеню рассказывал, криптогеню рассказывал, там, ну, вот у меня там плюс 6 тысяч долларов по моему колу, плюс 8 тысяч долларов. А вы рассказали, чисто у нас, мотивация, репки, добу, лейтс, рис, молоко. Мотивацию надо поднять. Так, а что... Мотивация. А давай дальше, вот что было, вот ты говоришь, апатию ты музыкой поборол. А что дальше? Да, вот реально без рофла, просто поборол музыкой. Я просто целый день, я всегда слушаю музыку, в основном какую-то агрессивную, типа фонг или металл, вот сейчас металл слушаю плотно, Deftones, наверное, знаешь. И просто начаю слушать позитивную музыку, типа I love... Ну, короче... А вот с родителями, вот с родителями, с этими чуваками ты общаешься, они позитивные, негативные челы. Ты можешь убрать, допустим, негативные... У меня, допустим, у меня нету в моём окружении каких-то негативных чел, которые на меня влияют. Я просто их, короче, блокаю сразу. Даже ко мне в чат заходит, я просто говорю. Чел там говорит, он что-то начал говорить. Я говорю, ещё раз скажи, я кикнул. Он говорит, я своё мнение изменю. Он вылетает с чата, понял? Я стараюсь держать, короче, такую позитивную обстановку у себя в жизни. Я это в полоке. Ну что, у меня в окружении в основном, ну, хорошие люди. У меня окружение узкое, на самом деле. Вот я сейчас даже посмотрю, что у меня по окружению. ИРЛ-друзья, соответственно, ну, мама. Один чувачок, короче, по крипте. Ему 16 или 17. Ну, он так. Лоу-банкич, короче, я с ним так. Блин, а потом скажешь, ну, он так, лаймник. Ну, я ещё не привык к этому. Потом чё, ну, девушка и именно по крипте инфополю, с кем я общаюсь. Ну, толком ни с кем. Вот у меня есть друг сейчас хороший, с кем я общаюсь. Это Казута. Привет, Богдан. Да, анонс делал, извиняюсь. Потом Зета, 101. Давно с ним общаюсь. Ещё с февраля, когда у меня был банк, там, 100 долларов. Вот. Да и всё в целом. Особо ни с кем не общаюсь. Лимонов есть у меня хороший друг ещё. EVM и Spirit. Но с ними я сейчас редко контакт как-то налаживаю. Редко общаюсь. Ну, у тебя такое позитивное крушение, да? А у тебя не говещат? Ну, у меня, да, в основном, да. И позитивное. То есть, в основном, такие чувачки чисто на джазе двигаются под пивом. Так, что-то мы опять, короче, перейдёмся к музыке опять. Вот ты начал музыку слушать позитивную. Что дальше? Что я дальше делал? Ну, то у тебя стало нормальное настроение. Потом. Да, у меня стало нормальное настроение. Я удалил ТикТок, Ютуб, все соцсети я нафиг удалил, кроме Телеграма и Ватсапа. Ватсап, потому что мама тут... И вайберы, да, ещё оставил? Не, вайберы я никогда не пользовался вайбером. У нас не пользуются вайбером в Казахстане вообще. Не, у нас все пользуются вайбером. Типа, я ни одного чела не видел. Типа, с вайбером я ни одного чела ещё в жизни не видел именно в ИРЛ. Ну, я тебе говорю, я вайбер пользуюсь. Типа, чтобы ничего подошёл, сказал, дай мне вайбер. Пацаны, прожмите, у кого вайбер есть в комментах, то что мы пользуемся часто. Я только недавно, кстати, узнал о этом мессенджере. Ну вот, у меня снова появилась мотивация, настроение, воркать. Я начал подниматься с нуля. Снова... А, я нашёл... Короче, у меня был чел, который давал мне бабки, с которыми я мог делать что угодно, главное, чтобы зарабатывал. И процент мне, процент ему. Ну, конечно, на эти деньги я не лудил, потому что, ну, жалко чужие деньги просрать. Ну, ещё потом отдавать нужно, наверное, да? Не, отдавать не нужно. В этом и прикол. А как это, не понял? Смотри, он мне даёт мне, я у него прошу. Вот, смотри, я у него прошу, допустим, вот у меня есть темка, бить хочу, токен сплэши сделать. Дай мне там 5000 долларов. Всё. Я говорю о рисках, все дела. А он знает твои паспортные данные? Там что-то такое, что... Нет, не знаю, он ничего обо мне не знает. Вот прикольчик. Ну, он знает только то, что меня зовут Руслан. Ну, я сам, я сам ему кружки записывал. Но я всё равно не собирался никого обманывать. Я такой человек, ну, конечно, пустословить не стану, но мне кажется, если мне скинут миллион долларов и попросят обратно скинуть, я скину обратно. Мне чужие деньги не нужны. Мне скинут миллион долларов, я лечу в сотни, в казино! Вот, ай, тем более он живёт, кстати, в соседнем городе. А, ну... Прямо недалеко, мне до него ехать 40 минут на автобусе. А ты, вы виделись уже? Нет, мы не виделись. Кстати, я тебе советую... Он, кстати, мы ровесили в 16. И реал, и реал-знакомство в крипте это совсем другое. Когда ты с челом видишь, это вообще всё, это вот по-другому всё. Поэтому, если вы хотите на какие-то метапы... Ну, короче, это намок на то, что нам надо встретиться. Да не, я так и говорю. А, нам, типа, вместе? Я думал, нам, это вот тебе и тому типу. Видишь, как я, короче, по-другому говорю? Ну, да, встречайся, я не пройду. Нет, у меня есть девушка, я не буду встречаться. Я понял, я понял, вообще. Поэтому и сейчас. Поэтому я ничего не предлагаю. Ты понял, Рофл, вообще, сейчас или нет? Я не понял. Не понял, бро, не понял. Ну, Рофл, типа, я с ним буду встречаться, типа... Ну, вот, я говорю, я знаю, что у тебя есть девушка, поэтому я тебе ничего не предлагаю, бро. А, типа, так бы предложил, да? Нет, так это тоже было, Рофл. Давайте, с чем мы идем дальше? Вот ты начал, короче, как-то делать эти, как промки, да? Вот с челом, который тебе бабки... Да, я вот взял бабки... А, стой, а ты можешь сказать, а как вот вообще с ним познакомиться? Допустим, чел вот сейчас тоже подумал, какой-то я не ищу, да? Смотри, у него денег ноль. Может, как там вот можно... Как ты сделал так, что тебе люди доверяют 5к баксов? Если честно, я бы сам, блин, хотел бы узнать свой секрет. Я с ним познакомился вообще в одном клубе закрытом про здоровье, там лекции всякие, про тестостерончик, вот это вот все. ПП-клуб называется, Purple People Club. Я до сих пор в нем сижу. Вот, я там с ним познакомился, он увидел мой канал, то, что я там по крипте все дела написал мне, и я ему предложил вот такую темку, и все, он согласился. Ну, он, скорее всего, согласился, потому что мы с ним пообщались, он понял то, что я нормальный чувачок, вот, и поэтому доверил мне деньги. Мне много кто деньги доверял, и я никого не кидал. То есть, мне, вот, друзья кидали по пару тысяч баксов, я спокойно обратно кидал. Мне как-то я с бабки скинул, я вообще их протусил, а! Реально? Не, ну, я типа шутка про клип, понял? Ну, типа, мы же там тусили. А, понял, а-а-а, все, понял. А, и ты вот так с ним шел до вот этого момента, вот, до TRX, или что было? Что дальше было? Я начал делать бэйбит промки в первый раз, токен Splash, сделал 60 аккаунтов. В итоге меня там побрили жестко. Там я потратил несколько тысяч, ну, тысячу баксов, по-моему, что-то такое, или больше. Получил профита там пару сотен, потому что я очень криво все сделал, потому что было в первый раз, я многого не понимал. Но потом в итоге мне удалось там продать кое-как аккаунт, и я вышел в ноль. И тот чел вышел в ноль, примерно. То есть все, вышло чики-пуки. Ты просто потратил свое время и вышел в ноль, а это ты считаешь чики-пуки. Но вы дальше с ним продолжили там брать бабки под finance? Да, продолжили, я там арбитражиком чуть-чуть занялся, через моего знакомого, он чуть-чуть умеет. Ну, там такой арбитраж, знаешь, 2% связка, можно ловить, то есть можно заходить на сайз где-то 5000 баксов. Короче, на сайз 5000 баксов можно было ловить около 2% по раз 10 в день. Ну, звучит как 1000 долларов в день легче еще. Ну, слушай, это не тот арбитраж, которым занимается S, например. Это надо у графика сидеть просто сутками, чтобы вот так ловить. А-а-а, понял, понял. Да-да-да. Просто ты прям должен у графика сутки сидеть. Что еще было, что еще делал, что как-то. И у меня пошла черная полоса. А, пошла черная... У меня начало идти. Я думал, это была черная, понял, дальше идем. Нет-нет. Это было все офигенно, да? Ну, это началось с этих байбитов. Началось все с этих байбитов, потом я снова зарабатывал, сливал на щитках, я сам уже не помню, откуда я эти деньги брал, чтобы их сливать. Ну, ладно. Вот, я зарабатывал, сливал на щитках, сливал на фьючах. Короче, залудомалился, все, у меня уже все, настроения нет. Я думаю, ну, я никогда не стану богатым. Хотя нет, вру. На самом деле, я вот заметил, после того моего, как бы, проеба, трех тысяч долларов, я начал всегда быть позитивным. То есть, я слив все бабки, у меня снова ноль баксов, я такой, да ладно, я стану миллионером. Да ладно, я заработаю денег. Вот, то есть, типа, я почему-то всегда уверен в своих силах, даже сейчас. Но вот, я сейчас сижу, и я не сомневаюсь, что в будущем я буду, там, долларовым миллионером. Да, это притом... Конечно, может показаться, типа, тупо. Нет, это легко, это легко. Миллион долларов, это даже не хороший дом в Москве. Типа, это ужасный дом. Ну, по сравнению с тем, которые... Ужасный дом в Москве. Не, я имею в виду, что понял, что, типа, ну, не самый крутой. Ладно, не ужасный такой, ну, типа, подпивасный, подпиваснический дом. Джай, короче, джай. Честно. Что такое джай? Джай? Ну, у нас в Казахстане так говорят, типа, знаешь, такое, более-менее, значит, слово. Типа, более-менее. Типа, более-менее, да? Более-менее. Да, да, да. Более-менее, да, джай. Более-менее. Более-менее, блядый. У меня пошла черная полоса, сливал бабки, потом у меня снова где-то заработал 200 долларов, сотрю мета щитков на троне, залил, ну, это я уже рассказывал, заработал 10 тысяч долларов. Я начинал примерно в ноябре, начал именно не в крипту, а именно деньги зарабатывать. Получается, у меня появилось много свободного времени, я ходил чисто в качалочку, уже третий год хожу почти, и у меня было много свободного времени, и я постоянно думал о том, как бы заработать денег, как бы круто было бы иметь свободные бабки, как бы хотелось бы там себе что-то есть, возможность купить, поесть. То есть, по идее, моя цель была просто, чтобы не хватало денег на всякие, ну, на расходы там, похавать, пойти в МАК, то чтобы мамы не просить. Мне, конечно, у меня родители меня любят, все дела, они мне постоянно дают деньги, если я у них прошу, вот, как в семье у меня все хорошо, но стыдно уже просить. В МАК хочу, мне стыдно маме написать, попросить денег. Поэтому я начал искать способы заработка, нашел какой-то канал в ТикТоке, вообще чисто я сидел, листал ТикТок, нашел там, типа, все, дня флипнуло нефтишку, сходил в качалочку, заработал 100 долларов, переходи в канал по шапке профиля. Ну, я, короче, зашел, там какой-то каналчик, там всякие промки, в основном, обуз был, потом смотрю, типа, для лоу-банков статья, почитал эти пару статей, там было каналы, типа, для начала можете начать работать на других людей. Я зашел в этот канал, вижу типочек, предлагает работу, пишу ему, что надо делать. Он говорит, надо обрезать мангу. Мангу знаешь, что такое? Да, знаю. Только ты, знаешь, это максимально, что я не ждал услышать, мое лицо, рухло лицо, я думал, манга, я думал, что это какой-то новый вид NFT, там, понял? Не-не-не, это, я говорю, вообще не связано с криптой, началось все. И я обрезал мангу, моя задача была обрезать, короче, закрашивать кружочки. За каждые 700 картинок мне платили 4 доллара, и меня это устраивало. Потом я подключил друга, мы с другом работали. И, то есть, что делал я? Я откладывал эти деньги, чтобы потом на какую-то темку. Что делал друг? Он все бабки выводил, выводил на похавать, вот, выводил на всякие расходы, что-то покупал себе. Можешь, я раз не понял, друг выводил твои бабки и не понял? Нет, не мои, смотри, я затянул туда друга, он со мной работал. Ага. Вот, и, то есть, сложилось два разных человека. Один, это я, который откладывает деньги и хочет еще заработать с этих денег. Другой, которому этих денег хватало, он не думал о будущем и просто выводил их. Жил моментом, короче. Типа, кайфовал, короче, да? Да. И в итоге, что я сделал? Я подкопил 100 баксов, зашел в какой-то марафон, блин, ну, я ничего не понимал в крипте, это было вообще первое мое знакомство с криптой. Вот. Начал со 100 долларов раскачиваться, заработал там 300 или 400 баксов, я помню, я так радовался. А потом начал сам заходить так же, сам пытаться что-то и слил все бабки. Блин, приятно почему-то. Да, а потом в этот прикол, когда я слил все эти бабки, та тема с, ну, с картинками, она все, закончилась, все, нету картинок. В итоге у меня ноль денег и у моего друга ноль денег. А, тут вокруг прокайфовал. Вот тоже, может, знаешь, что я заметил? Да, он их прокайфовал. Надо, короче, заметить, что нужно баланс, короче, и накайфить деньги, и туда, и туда, чтобы, знаешь, вот вы как будто, понял, соединить тебя и друга, понял? Смотри, ваше мнение, просто половину тратить, половину откладывать, почему нет, хотя бы сколько-то, потому что у многих криптов такая проблема, они не вводят бабки, а потом раз, кого-то сдрейнули, еще что-то, кого-то там туда-сюда. Ну, это да. Более-менее, более-менее. Ну просто смотри, именно в этот момент Ну да, там типа копейки, там-то 100 долларов Да, их не обязательно выбить Там типа 5 долларов чисто На остановку, просто еще в целом И получается Чисто я помню, кидал ПНЛки красивые в чат, типа где плюс 300% на фьючах И мне написал чел, добавил в какую-то группу Я начал с ними общаться И там чел меня научил лутать ВЛы на NFT Фрименты, короче И в итоге я лутал ВЛы, потом мы с этим чуваком написали Скрипт, который за тебя Пишет сообщение в дискорде И я лутал ВЛы и минтил Минтил фри NFT и продавал Заработал баксов 100 Потом сделал, зарегистрировал на маму Байбит И сделал промку Токен сплэш Заработал там 20 или 30 баксов Я помню, как я радовался Что я дальше делал? Дальше я нашел такого Чувака Манифик у него ник Вряд ли его кто-то знает Нашел этого чувака И он мне сказал Значит так За сегодняшнюю ночь Мне нужно срочно Сделать очень много аккаунтов Там какой-то зили Ну зили же знаешь, что такое зили Да, 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 знаю Там квест, квест-площадка Ну вот, типа сделать 40 аккаунтов В Zeus Network Да, в Zeus Network Я, короче, бам Такой, все, погнали А я вообще ничего не знал О мультиакинге практически Вот Он у меня там Там сам я научился Все И всю ночь я не спал Делал эти аккаунты Сделал 40 штук Он мне их заплатил За них 200 долларов Я очень радовался Я не понял, что это же офигеть была Какая для тебя сумма Что ты там рассказывал Какие-то часы До этого Сейчас я, короче, мему видел Там тип, знаешь, такой Дрейк Неудачный опыт Банкротство и уголовное дело И он такой Нет Интересный кейс И он такой улыбается И балец показывает Ну да Типа опыт, опыт, понял Плюс опыт, минус кайф, минус вайп Точнее Да И надо обезьянку эту вставить Плюс кайф, плюс вайп Плюс опыт, минус деньги Минус бабки там Сразу видно позер Да, минус бабки Да, погоди Она у меня даже не удалена Во-во-во Я тебе сейчас закину А чё мы говорим А, ты говоришь 200 долларов заработал Чё дальше Чё делать Говоришь, школу идёт Для меня это была огромная сумма Я думаю, ну всё Зачем мне эта школа Короче, я заработал 100 тысяч в деньге За один день Ё-моё, как же я крут И вот Ну, я всё равно ходил в школу Потому что мама била И что я сделал с этими деньгами Я, по-моему, их снова где-то просрал И снова начал искать способ Как заработать Я потихоньку дальше работал На этого чела Он мне подкидывал работёнку Потом я нашёл Драга Драга, знаешь? По-любому знаешь У него было Зили Типа там Зили Надо было в Дискорде общаться Проходить загадки И я начал делать этот Зили Награды не были известны И я надеялся на баксов 500 Потому что там прям очень тяжело было Чтобы ты понимал Я где-то около недели Нет, 4 дня Я активно общался в Дискорде Настолько активно Что я не выходил с него Буквально Я не спал Я сидел на туалете в Дискорде Я занимался в зале в Дискорде Во время интервью Понял Понял Чем занимается Ростик Пока меня слушает И я, короче Просто жёстко воркал Воркал Не спал Не спал Писал сообщения В итоге я занял первое место В Зили Драга И заработал 150 баксов Я, конечно, немного расстроился Потому что очень мало Это не стоило Ты ещё раздетишь Три дня И говорил Выходи Около 3-4 дней Я прям не выходил Вообще из Дискорда Вот и заработал То есть я сутки писал Каждую минуту Что дальше было? Дальше Я дальше работал на того чела Поднял баксов в 500-700 И начал делать вот этот беникс Ну то, что я уже рассказывал Потом мне чел Бабки дал И всё И дальше началась вот эта вот Вся история с бейбитами С чёрной полосой И как я заработал на троне Ты вообще как Куришь, пьёшь Что по этому поводу сказать Какое у тебя мнение Я Ну и то, и то Ну вообще негативное Я Синпень Никому не советую Никому не надо И не пробуйте даже Ну как бы это всё школьное Мне кажется Знаешь, что я думал в зале? Я ещё думал о том Что, короче Если бы я Ну был бы бедняком Мне было бы всё равно Ну в смысле Если бы я И планировал остаться бедняком Типа условно понял Словно представить Ну ты в 40 лет бедняк Вот в 50 Ну чё тебе делать? Тебе по сути в 50 лет Ну вообще нечего делать Если ты бедняк То есть условно Ты можешь там Условно и Как будто понял, да? А если ты хочешь стать богатым Ну условно понял, да? Ты же по сути Станешься богатым И ты можешь, ну тебе по сути В кайф жить, да? Ты можешь долго пожить Я про то, что Как бы я вот хочу стать богатым Поэтому я ни хрю не пью Чтобы там дожить до 100 лет Прикинь, кайфовать чисто С бабками до 100 лет Но если бы у меня не было Я бы не хотел до 100 лет прожить А почему? Ну слишком Я бы хотел до 70 В смысле? Слишком такой Слишком Не, я первый раз такой учил Ну Окей, окей Блин Не, ну я бы хотел До 70 Ну максимум 80 Тут 70 лет Челы У меня на пляже Они там Фигачат Там Барма Барма Там этот Видел этот Люблино работаем Гифку, нет? Да Видел А ты как Сам планируешь Дальше там Так же пить Курить Или что у тебя По плану? Я? Ну Пить, да Но я не так уж Прям Прям Как бы Не то, что Прям Ну Заливаюсь Понял? Ну чисто Когда не спишь, да? Ну да, да Понял По выходу По будням По будням По четвергам По пятницам Субботам Воскресеньем Понедельником Вторник Нет, бро Это рофл Или это Я не покупаю? Нет, бро Я даже прям сейчас Короче Две баночки Понял Перед интервью Для смелости Охотой, крепкой? Нет, нет Гаражика Понял Детская Ааа Ну это реально Я шучу Я раз в неделю Или раз в две недели Вот так А чисто как Один с друзьями А чуть это сколько? С друзьями Одному как-то не в кайф Чуть-чуть Ну Баночку И Ну Другую Банночку Понял Интересно Интересно Я не знаю Кто комментировал Так, чё ещё А про курение А про курение Ты не боишься За Бобика Короче Там за всё За Бобика? С Бобиком Он у меня Капец лает Просто Не могу Не, так я не понял Типа Через 30 лет Уже Бобик гагачница Не думал об этом Аа Так я через 10 Умру уже Ты думаешь? А почему ты Кстати Вот это Почему ты думаешь Что через 10 умрёшь? Это шутка Не, бро Я просто сам Я тебе говорю Я безробно Я безробно считаю Что у меня высокий шанс Почему-то умереть Я думаю Я могу что-то не успеть То есть у меня У меня такой У меня вообще Вообще Я живу Всегда Я сейчас Не думал Даже буквально Может газовый баллон Зарваться Ты не понял Просто есть Такой понял Как предчувствие Как будто Типа Пречувствуешь Почему-то Да Ну да У меня такое ощущение Ну просто Знаешь Чуть-чуть Поторапливаться Да там Чисто такой Этот Видел гипку Короче Когда Шпалы кладёшь Короче Там чел Вот вперёд Шпалы кладёт Эти штучки Шпалы А сам едет Понял То есть он вперёд Руками кладёт А сам едет А ну 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 такого Такого типа Пречувствия Понял Ну я понял Ну короче По переулкам Тебе не стоит Сейчас шастать Ну я не шастаю По переулкам Тёмным Это я шастаю А вот расскажи Историю Свою-то ёлочки Пошкин Ну чё сказать Когда меня Докапывались Да Ты про это Имеешь ввиду Бро Знаешь как Короче Расскажи Расскажи секрет Какой секрет А бро Так у тебя несколько Расскажи И все секрет Я понял Давай рассказывай Рассказывай Ну смотри Первый раз До меня докопались Я пришёл После тренировочки И с двумя друзьями Похавать донера Купил себе два донера Ждём Короче Стоим в переулке К нам подходят Два чувачка Казахской национальности Говорят Дарова пацаны Есть попарить Я такой Нету Нету Не курим Все дела Вот он такой Давайте отойдём Короче Поболтаем Там в переулке Ну подальше Там камера стояла Он говорил Типа Меня газовать Ну я общался С моим Друзья там Стояли Просто молчали Вот он мне Начал газовать Говорит Он меня сейчас Прям тут Выбит Короче Я тебя сейчас Тут вмажу Я говорю Ну давай Ну ладно На самом деле Я не настолько Смелый был Тогда я жёстко У меня была Жёсткая тряска Но я не то Чтобы его боялся Потому что Я в качалочку Хожу И ходил на ММА Вот То есть Я не то Чтобы боялся Но я трёсся Жёстко Адреналин Фигачил Ну и он Мне начал Угрожать Потом подошли Ещё человек Шесть А они все Старше меня На года Три-два Подошли Ещё человек Шесть Всё Он такой Ну ещё Чуть-чуть Погазовали Я никуда Не пошёл Мы с друзьями Остались Он мне дал Короче Чапалаха И сказал Всё Давайте Себа Типа Отсюда Ну и мы ушли Потом Я вернулся За донерами И всё История История Шерапляная Прям Прям Напомнил Да Но это первый раз Это лайтовая Понял Второй раз Вообще Угарчик будет Ты сейчас Будешь угорать Это было недавно Около месяца назад Я пошёл на ночёвку К своему другу Коле И у меня Короче У него кошка У меня аллергия на кошек Мне надо было зайти домой За лекарствами Типа Против аллергии Было время Полдесятого Уже темно было Мы идём По проспекту Бам Толпа Человек восемь Девять стоит Тоже казахов Года на два Старше Подходит нам Типа Есть покурить Ну я такой Типа Нет Нету Нет Не курим Вот Они такие Если найду моё Ну они будто Под травой были Вот Потому что Они так себя вели Вот Если найду моё Там-то Там-то Начали докапываться Потом С моего друга Вообще штаны сняли Чего Просто сняли Вот Мой друг Короче Поднимает штаны Говорит ему Типа Ты чё угораешь Он такой Эй Кто угорает Лоб колбу Ему короче Начинает Кто угорает Эй Кто угорает Давай по разам Выскочим Вот так говорит Ну друг короче Просто Ничего не сказал А чё в итоге Они попросили Нет-нет Они просто Приспустили До холен А Ниже холен Ну чё тут Такие истории Чё скира Дальше Я просто сижу В афиге И потом Мой друг отдал Ему зажигалку Они такие Ну всё Мы разворачиваемся Давайте Типа И один говорит Типа Съебался Я такой Поворачиваюсь Назад Подхожу К челу Которого Зажигалка Говорю Типа Возвращай Он говорит Нет-нет Не отдам Я говорю Возвращай Он такой Нет-нет Не отдам И так Мы тупо Десять раз Я ему повторяю Я уже пытаюсь Я разворачиваю Пошел Пошел Ору Типа Когда у него Ну с тем Все дела Начался Кипиш Но потом Подходит Подходит Еще Толпа Человек Пять Им уже лет По 19-20 То есть На года 4 Старше Меня Подходит Саламкаются С этими Чуваками И говорят Что у вас Тут за разборки Начинают Тоже до нас Короче Докапываться И Выбрали Меня Как жертву Хотели Забрать У меня Короче Ну Дымочек Ты понял Курилочку Забрать Чувак Начал Мне Отел Капюшон Говорит Типа Давай Либо ты Сейчас Отдаешь Либо я Щелкаю В лицо Я говорю Типа Я не отдам Вот Он такой Раз Не понял Щелкает В смысле Щелкает Это как Кулаком ударит Типа А Ты все Понял Понял Да Вот Он начинает Считать до трех Я такой Типа Я не отдам Вот Меня окружили Эти короче Толпа Это окружила Чтобы я не ушел Вот И этот чел Самый длинный Самый Старший Начал на меня Газовать Типа Все Считает до трех И мне бьет Я говорю Типа Я не отдам Я не отдам Я ему не отдал Он досчитал до трех Не ударил Потом Он достал нож Начал мне тыкать ножом И говорит На мне дела Типа висят Мне вообще пофиг Я тебя пырну Вот Либо отдаешь Либо я пырну Начинает снова считать до трех Я снова говорю То что не отдам Вот А нож нормальный Такой был Вот И все Насчет два Он говорит два Все Начинает произносить три Подходить ко мне Я думаю Ну все Надо по газам давать Иначе меня сейчас тут чпокнут Я короче разворачиваюсь Эта толпа стоит Меня не выпускает Моих друзей Тоже не выпускала Чтобы они ко мне не подошли Не помогли Ничего не сделали Вот Я короче их просто бортую Сквозь них прохожу Этот чувак за мной Потом еще другой чувак за мной Я начинаю бежать Я бегу по встречке на дороге То есть по дороге бегу На встречку машинам Они за мной бегут Всей толпой Я выбегаю Я бегу на какую-то Газель Которая на меня несется Я думаю Ну все Меня сейчас обьют Вот Но потом резко Разворачиваюсь налево У меня температура Я болею У меня плюс астма Проблемы с легкими И мне тяжело бежать Я чувствую Все Он меня догонит сейчас Я резко заворачиваю В переулок темный Вот И сделал вид Будто я дальше Прямо побежал Потом резко В темном переулке Остановился Пошел по другой дороге Потихоньку Перелез через забор Забрался на заброшку И там спрятался Вот И у меня настолько Не было сил Потому что на заброшке Я уже чуть ли не ползал Мне было фигово У меня температура Где-то 38 была Я думаю Ну все Если меня сейчас на заброшке Найдут Тогда меня тут Уже пощады не жди Как бы Потому что на заброшке То камер нет Ничего нет Я звоню друзьям Спрашиваю Че Как вы там Они говорят То что они все Ушли меня искать Вот это было стрёмно Я посидел Пять минут на заброшке Начал потихоньку По дворам к ним идти Потом Прохожу по дворам Снова слышу Как они свистят И ищут меня Вот Но я мимо них прошел Нормально все То есть В аккурате прошел Подошел к друзьям Там дальше разборки начались Вот Ну и в целом Дальше ничего интересного А ты не думал Что Ну в смысле Почему ты решил Кстати Не отдавать Зажигалку То есть Можешь рассказать То есть это Ты оцениваешь Свою жизнь Стоимость зажигалки Или вот В чем Короче Почему ты так Решил сделать Ну смотри Ну смотри Когда у мужчины Забирают вещи Какой-то чувак Там гопник Ну это Конечное унижение Вот То есть Меня лучше Пырнут Я не отдам Свои вещи Прикольно Прикольно Селее Там не знаю Ничего не делать Смотри Ты еще Можешь О чем-то Хотел рассказать Сейчас Я пока Подумал Над какими-то Вопросами Как раз Вот завершающие Напоминаю Там Пацаны Прожмите лайк Кто-то смотрел Об этом момент Там Кстати Монферик Закидывай Вот такие Раз короче В 10 минут Раз в 10 минут Пусть Спускается Такая шняга Где будет написано Поставь лайк И знаешь Только не такая А еще С знаешь Каким-то приколом Там будет Словно Знаешь Текст выезжает Братишка Братан Реально поставили А и вот это Оставь в видосе Чтоб Ну типы Поняли Что нам Это важно Блин Вот это Гидиально Короче Короче Загоняем Гоев Что я делал Вообще Ну Я развлекался Я вот Последнее время Последний месяц Отдыхаю Как бы Особо Ничего не делаю Там Сделал 20 аккаунтов Байбитов Токен сплэш Загнал к эти Там Свой пассивный доход Иногда щитки Захожу Лужу Иногда что-то Куплю Иногда на фьючер Открою По колу Чему-то По коле Вот Или по инжоя Колу Открою Что-нибудь Выложу в канал Сейчас в основном Я знаешь На чем зациклен На На форме Физической И На отношениях Ну это прикольно Прикольно Знаешь Что-то я слышу Что-то до меня Доходили слухи Короче Какие-то Отдаленные Что Ты там используешь Для того Чтобы привести себя В форму Какие-то Препараты Которые Весьма странно Влияют И мне показалось Знаешь Сейчас мне кажется Что ты прикольный Смарт-чел Ну как будто Тебя может погубить Какая-то лутка Ну это мне кажется Вряд ли Это самое короче Что это Но второе Мне кажется Знаешь Когда я какие-то Понял Шипы молодости Условные Которые Ну вот Типа Влияют Которые Понял Могут сильно Загагашить Условные Типа Потому что ты куришь Вот такая тема Здоровье А да-да-да Вот то что ты хочешь Там колоться Там какими-то Пространными Не колоться Ну там Внутри вены Я могу об этом Подробнее Рассказать Да давай Вот расскажи Я собираюсь сесть В ближайшем времени Вот сейчас Даже сам зашел Посмотреть доставку В течение дня Ну суток Придет уже Хочу сесть На курс Сармсов Сармсы Это такая фигня По действию Они примерно Как стероиды Но только С очень-очень Малым количеством Побочек То есть особо От них тебе ничего не будет Если все Грамотно сделать Но конечно Они же в идеале С 18 Это знаешь Звучит как Полная скамина Бро Ты знаешь как Не-не Ну там Смотри Ну я думаю Прикол в том Не просто Давай Разберем твои слова Они действуют Как стероиды Стероиды жестко действуют И от них жесткие побочки А что может действовать Жестко как стероиды И при этом Не иметь побочки Знаешь как звучит Пацаны Ну короче Ладно я думаю Тут Тут Я думаю Знаешь Тебе уже Думаю Тут знаешь Это как Ну короче Это не объяснить Вот это Сармс Я понял тебя Ну я просто Кратко сказал Они не действуют Как стероиды То есть Если взять Самые сильные стероиды Эти сармсы То это вообще Будет небо и земля По эффекту То есть Ты там так много Не наберешь Как стероидов Такого эффекта Не будет у тебя Даже от самых Как от самых слабых Вот То есть Это не настолько Я просто сказал Давай вот сейчас Самое главное Сделаем Давай Короче Передашь себе Привет В будущее Потом я передам Себе привет Ну так же С какой-то речь Понял А потом еще В конце Просто Я установил Какие-то предикты Скажу Просто Ну по По Ббшкам По 42 По русику Понял Давай Ты можешь Привет себе Предывать Все Время пошло Короче Ну Что мне сказать Из будущего Надеюсь Я стал Долларом Миняльяром Короче Перестал быть Дебилом И сходил К логопеду Ну сейчас Допустим Я вешу 55 килограмм Надеюсь Я в будущем Уже вешу Под соточку Надеюсь Мой банк Уже превысил 100 тысяч долларов Сейчас я стремлюсь К 20 тысячам Долларов До нового года И Весит 70 килограмм До марта Что я сейчас Сделаю Я сейчас Отдыхаю Лужу На фьючах На щитках Все Как обычно Делаю промки А ты не думаешь Что фьючей Короче Ты скан тем Не думал Об этом Не Ну ясен Фик Те там Пытаются Мэм Как бы Ну Нахлобучить Но все-таки Выносить бабки Можно А Ну я как будто Просто не видел Успешных Фьючей трейдеров Ну окей Просто Конечно При своем мнении Останется прикольно Не Ну не по теханализу По фундаменталу Чисто Знаешь Как вот Был фат Ну типа Стрелочки рисуешь Не 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 Смотри Был фат По тону То что Дурова Посадили Я вам резко Среагировал Да Вот Я вот Только Такие Позы Захожу Захожу Или там Разлоки Где-то Вот Если бы ты Это учил Это было бы Прикольнее Ну так Я теперь понял А ты думал Ты там знаешь Типа По сигнальщикам Сигналы ВЛЦ Хорошие Не 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 Ну там Ну слушай Мне кажется Вот 40 минут Это идеально Чтоб видео вышло Не Вот Хрон Знаешь Сколько Я монтажерику Скажу Хрон Я думаю Вообще Знаешь Типа Час Двадцать Вот такой Хрон По ощущениям Хрон Вот такой Идеальный Типа Час Двадцать Ну Ещё Растягивать Не стоит Чтоб Прям Ну Я думаю Советовать Да Не стоит Когда Они Справы Мы Как бы Лучше Разбираем Да Да я понял, я тебя тоже щучу, бро, ты не видел, как я голосом сказал. Я говорю, тебе понравилось? Слышишь меня сейчас? Вот сейчас слышу. Мне, да, мне очень понравилось, приятно поболтали. О чём-чём, может по минусам, может что-то минус какой-то было? Минус? Да нет, минусов не было, мне всё понравилось, приятно поболтали с тобой. А, всё, отлично, давай, пока.